Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас в уютных стенах отеля Бристол, Бристоль жемчужины Одессы, на своей авторской программе, которая называется «Достояние Одессы», о людях, на плечах которых, как на плечах вот этих замечательных Атлантов с улицы Гоголя-2 держится наша Одесса. Это люди дела, люди, которые лечат, учат, строят. Именно они определяют облик современной Украины и нашего замечательного города Одессы. Сегодня у меня встреча с человеком, на плечах которых держится громадная сфера. Это сфера здоровья наших людей и не только одесситов. По эту клинику приезжают люди из разных уголков нашей страны, потому что они знают, что эта клиника первопроходец в сложнейших вещах. Они не боятся рисковать, они не боятся экспериментировать. Где-то выигрывают, где-то проигрывают, но на их опыте может учиться вся остальная Украина. Сегодня у меня в гостях уникальный человек Андрей Михайлович Гурьев. Андрей Гурьев, главный врач Одесской клинической больницы на железнодорожном транспорте Центра охраны здоровья ПАО «Украинская железная дорога», ведущий специалист Центра эндоскопической лазерной хирургии и ударно-волновой терапии, врач высшей категории. Родился 8 августа 1962 года в городе Ясиноватая Донецкой области. Проехал с отцом-железнодорожником всю Донецкую область, но школу закончил Ясиноватой. В 1979 Андрей Гурьев поступил в Донецкий государственный медицинский институт. После окончания Медина в 1985 начал работать в той же больнице, где когда-то родился. В железнодорожной больнице Ясиноватой. В 1992 Андрей Михайлович переехал в Одессу и поступил в специальную клиническую ординатуру при Одесском медицинском институте имени Пирогова. После ее окончания пришел работать в Дорожную больницу, заведующим отделением эндоскопической хирургии, созданного под руководством академика Валерия Николаевича Запражана, и на всю жизнь связал свою судьбу с этим уникальным лечебным учреждением Украины. С мая 1999 Андрей Михайлович Гурьев заместитель главного врача по лечебной работе, а с октября 1999, вот уже без малого 17 лет, он главный врач Одесской клинической больницы на железнодорожном транспорте. Больницы с более чем столетней славной историей, знаменитой не только в Одессе, но и по всей Украине. Андрей Михайлович согласен с Эйнштейном в том, что самая большая глупость – это делать то же самое и надеяться на другой результат. И добавляет, всякий дурно исполненный труд есть та же ложь, он бесчестен. Именно поэтому Андрей Гурьев честный и добросовестно выполняет свой труд, и именно поэтому является человеком чести. Я приветствую вас в этих уютных стенах, и хочу поговорить с вами сегодня об очень важных вещах. Я знаю, что вы своим обликом вот такого большого, очень сильного человека характеризуете замечательную железнодорожную больницу, с кем мы привыкли все ее так определять. Я могу иногда кратко об этом говорить, будет понятно, о чем мы говорим. Для всех одесситов она такой является уже более ста лет, между прочим. Я прочитала. Более ста лет в вашей клинике уже очень много лет. Я знаю, что всегда она была на первых ролях. И вот долгое время эту важную функцию олицетворяете в своем лице. Вы блестящий профессионал и в то же время замечательный администратор и руководитель. Я знаю, как восторженно о вас отзываются ваши коллеги и те, кто с вами работает. Первая часть моей программы как раз об истоках. Откуда пришла, возникла медицина, любовь к этому делу? Все случилось совершенно спонтанно. Буквально за несколько, за один-два месяца до окончания школы. Я знаю, что у вас это же не дорожник. И тоже эта дорога идет. Совершенно другое направление интересовало меня тогда в возрасте. Потому что у меня была большая тяга с естественным науком. И речь шла о поступлении в один из ведущих вузов Москвы. Или МФИ, или МФТИ. Вот такое точное, очень точное физическое наук. И потом вдруг внезапно, весенним днем, не помню, это апрель был, наверное, задали вопрос. Совершенно, скажем, не посторонний для меня человек, но знакомый моих родителей. Вот так вот внезапно, в такой вот непринужденной обстановке, был задан вопрос о том, все-таки, куда пойду учиться. И вдруг, из того не всего, совершенно непонятным образом для самого себя, я вот дал такой ответ. И боялся об этом сказать родителям. Медицинский? Да. Правда? Боялся об этом сказать родителям, потому что они принимали массу усилий для того, чтобы готовить меня по программе поступления в такие серьезные вузы. Ну, это очень серьезные вузы, да. В советское время это были такие флагманы. А флагманы советской науки, да. Такая фраза была интересная. Ну, так она и есть. И вот совершенно внезапно для самого себя, а тем более для родителей, боялся им сказать, потому что такое вот как бы решение внезапное, да, резкое, контрастное, вот точных наук, да, совершенно не точная науки. Ну да, естественно, научная. Не точная. Да, вот оно произвело на меня самого такое вот впечатление, что я боялся об этом месяц-полтора сказать родителям, потому что явно это как бы… Не входило в их планы. Не входило ни в их планы, ни в мои, и так это все спонтанно. Хотя, наверное, я где-то, может быть, это была как бы реакция такая на затаенное желание родителя, потому что родители, конечно, мечтали и думали о том, чтобы их сын, наверное, был бы врачом. Серьезно? Все-таки они мечтали, но… Это потом, как выяснилось. Потом выяснилось, тогда врачи. Но в силу того, что они очень такие вот в этом отношении, они не навязывали свою точку зрения детям чаще всего, да, они пытались им рекомендовать, а не навязывать, то для них это было большим сюрпризом, большая неожиданность. И вот таким образом, собственно говоря, случился выбор. Вы учились в Донецком? Да, учеба была в Донецком государственном медицинском институте имени Максима Горького. Это один из сильнейших медицинских вузов на тот момент в Советском Союзе. И только украиной, да? Да, солидные школы, профессуры и достаточно большой клинической базы. Цель одна была стать врачом-хирургом. Хирургом? Да. И другой вариант окончания института не рассматривался. Не рассматривался, только хирург? Да. Вот безапелляционно, категорично. Вот, потому что если не хирург, то тогда инженер железнодорожного транспорта. Ага, вот так вот. Только была такая дилемма. Да. Альтернатива. Ну, потому что всегда можно стать инженером железнодорожного транспорта, если из тебя не получился хирург. Это замечательно. Наверное, это проще. Я никогда не думала об этом. Все-таки железная дорога присутствовала. Ну, всю свою жизнь и, наверное, с самого раннего детства я провел на или рядом железной дороге, как правильно. Правда, вместе с отцом. Да, потому что работа родителей была связана с Донецкой железной дорогой, и поэтому вся жизнь происходила либо где-то рядом, либо непосредственно близости железной дороги. Поэтому иногда для меня роднее был звук от рельс, стук колес о рельсах, да, чем, скажем, звук радиоприемника или что-то другое. Или переговоры дежурных по станции. Вот детство прошло под эти звуки? Абсолютно все детство. Все детство вот на станциях по всей территории Донецкой области, к сожалению, на которой сейчас разыгрываются драматические события, включая Иловальска, Дебальцево, Авдеевка, Исиновата. Это места детства, от которых в некоторых местах не осталось даже живого места. Это просто удивительно. Как важно нам сохранить нашу правду. Осталось очень много там одноклассники, друзья, которые... Которым тяжело. Которым тяжело и больно видеть то, что происходит сейчас там. Это больная тема. Мы будем говорить о хорошем, мы будем говорить о позитивном, о том, что мы живем, слава Богу, в таком мире, где мы защищены. У нас мир и свободная возможность жить. И я знаю, что, поскольку состоялась хирургия, и все, что вы делали в дальнейшем, вот уже в том месте, где вы работали, было связано с продвижением самых новых, новейших технологий. Потому что вы понимали, что хирургия – это возможность новых технологий. И я знаю, что вы этим очень серьезно занимались. Как вы оказались в железнодорожной больнице? Опять-таки, более случая. Вы переехали в Одессу? Да. В 90-м году я поступил в специальную клиническую ординатуру. Это по окончанию которой должен был получить соответствующий диплом специалиста, который готовил Советский Союз для работы в дружественных странах ближнего и дальнего зарубежья. То есть вы могли уехать за границу? Да. Это подготовка специалистов для работы в странах Северной и Центральной Африки. И Латинской Америки. Тогда страна помогала всем, кому могла, чем могла. Иногда даже в ущерб собственному народу. Ну и в 92-м году, заканчивая учебу, вдруг происходит, в 91-м году происходит распад Советского Союза. И вся эта громадная система здравоохранения советского рухнула в одночасье. И перспективы работы за рубежом на этом закончились. Но зато появилась интересная идея благодаря уникальному человеку, академику Запорожану, который привез, собственно говоря, в Украину идею малоинвазивной хирургии, поначалу гинекология. Ему удалось собрать коллектив энтузиастов, молодых людей, которые к тому времени получили дополнительное последипломное образование в Одесском университете. И на базе больницы дорожной, или как принято ее в речи называть, больницы железнодорожников, был создан Центр эндоскопической лазерной хирургии. Собственно говоря, там вот впервые в Украине были выполнены все видеолапароскопические вмешательства, которые на сегодняшний день широко осуществляются практически в каждом крупном госпитале Украины. Вот благодаря такому человеку, как Валерию Николаевичу Запорожану, все это случилось. Он принес все, это энтузиазм его, его желание. Идея, это его видение, перспективы развития медицины. Человек достаточно, скажем, большой энтузиаст современных методов лечения. Он амбициозный человек, он любит добиваться того, что он ставит. Он и добивается всего того, что он хочет. Так можно продвигать только. Да, благодаря его энтузиазму, собственно говоря, и здравоохранение Одессы занимает одно из ведущих мест в Украине, наверное, на всем постсоветском пространстве. Плюс связи, он никогда не всегда эти связи тратит на развитие медицины в Одессе. Я считаю, что это важно иметь такого человека, который локомотивом своеобразным существует. Да, безусловно. И вот вы стали заниматься там, непосредственно в этой дорожной больнице. Было создано сначала отделение, потом это отделение переросло в специализированный центр. Там проводились международные семинары, на которых известные в Европе специалисты проводили мастер-классы по оперативному лечению заболеваний различных. Это ж надо все попробовать, это надо все пройти, тяжелый сложный путь. Вы знаете, дорогу осилит идущий. Точно. Если есть перед тобой стоит цель, то все это можно сделать достаточно быстро и безопасно для человека. Я знаю, что оборудование достаточно такое, серьезное для этого используется. Ну... Самое современное. По оснащенности центра эндоскопической лазерной хирургии, это, наверное, одно из самых, как можно было правильно выразиться, я не знаю... Раньше было такое слово «энергоемкий», да? Замечательное слово. Да, но тут не только энергоемкий, но и достаточно по количеству только современных аппаратов, только использующих лазерную энергию, да, наверное, нет аналогов. Даже нет аналогов. В Восточной Европе точно, потому что мы используем большое количество лазерных устройств, хирургических лазеров, терапевтических, с целью осуществления различных хирургических вмешательств, а также и для коррекции, эстетической коррекции человеческого тела. Андрей Михайлович, вот малоинвазивные методы, чем все-таки они хорошо при оперативном вмешательстве? И вот это очень важно... Сами по себе малоинвазивные вмешательства позволяют сделать необходимый объем вмешательства, не причиняя значительной массивной травмы для человека, тем самым способствуют наибольшему и быстрейшему восстановлению функций органов и систем оперированного организма. И, кроме этого, сопровождаются незначительным, даже всего лишь, косметическим дефектом, в отличие от обычных хирургических вмешательств. Люди, которые хоть раз в жизни подвергались оперативному лечению, обычному, и перенесшие потом эндоскопическую операцию, отмечают значительное различие в своей физической активности, которая восстанавливается буквально в ближайшие часы после перенесенного операции. В то время как после обычной операции физическая активность восстанавливается в течение 3-5 дней. — Как минимум? — Да. — Наверное, последствий каких-то, скажем, сложных, которые нужно потом преодолевать, тоже наверняка гораздо меньше. — Осложнений, во-первых, безопасность само по себе. — Безопасность? — Еще методы за счет возможностей увеличения 20-кратное, как минимум, прекрасное освещение, отсутствуют какие-либо препятствия для осмотра, оценки, ревизии органов и тканей. Поэтому отсутствие столь значимой травмы в результате хирургического вмешательства, повреждения важных анатомических структур, опять-таки, по-черкну, при совершенной технологии, при владении совершенно технологией эндоскопических вмешательств, позволяет ее сделать совершенно безопасной для пациента. — Это очень здорово. Андрей Михайлович, я знаю, что это ваше любимое детище. Но в то же время, когда вы возглавили клинику, то я знаю, что вы очень много, бесконечно много экспериментируете. Вы не боитесь реально осуществлять какое-то реформирование на своем уровне. Хотя я понимаю, насколько это сложно, как это связано с набиванием бесконечного количества шишек. Расскажите об этом передовом опыте. Я знаю, что вы и страховую медицину внедряете, и массу-массу всего интересного, что нужно просто обязаны знать наши одесситы. — Если было бы нормальное финансирование, соответствующее запросам клиники, тогда, наверное, не возникали бы вопросов, каким образом искать недостающие финансовые средства для обеспечения обычной жизнедеятельности лечебного учреждения. — Но мотивация есть, это стимулирует. — А мотивация есть. Вот с 92-го года, вот как мы начинаем, начали заниматься эндоскопической хирургией, начали экспериментировать с созданием в начале отделения, потом центра, потому что все это упирается в различные веновственные нормативные акты, которые не соответствуют требованиям времени абсолютно. — Вот таким же точно образом, получив в качестве подарка до государственного бюджета только заработную плату и не имея средств на оплату коммунальных платежей… — Даже этого не было. — …приобретение медикаментов, стал вопрос, где все это взять, каким образом это все компенсировать. И вот в этот момент, это был 2000-й год, в этот момент появились страховые компании, которые были готовы сотрудничать, предоставляя, по крайней мере, изначально, первоначально предоставляя пациентам какие-то дополнительные, помимо бюджетного финансирования, медикаменты и продукты питания. Если это кто-то хорошо помнит, у нас были эпизоды, это 95-97 тяжелые годы, да, и 2001-2003, когда и с продуктами было не так хорошо, и медикаменты были недосягаемы для многих пациентов. Но страховые компании на тот момент, они сняли остроту этого вопроса, и в то же время мы все время поднимали вопрос о том, чтобы страховые компании начали компенсировать затраты, которые несет лечебное учреждение на содержание пациента, на его лечение. Да, и вот большей частью нам эти вопросы удалось решить, и мы практически с 2007 года самостоятельно финансируем затраты, все затраты лечебного учреждения средствами не бюджетными, а собственными поступлениями от работы со страховыми компаниями и от оказания прочих услуг, связанных с непосредственной основной деятельностью лечебного учреждения. Даже несмотря на то, что вы принадлежите к ведомству такому мощному и серьезному, как Укрзавизнице? Ну, к сожалению, ведомство тоже свои проблемы. Вы на них не вешаете свои проблемы? Мы стараемся. Стараетесь? Да. Иногда получается, иногда очень тяжело. Какие-то вещи связаны с дорогостоящим оборудованием? Вот вы знаете, последнее приобретение оборудования, которое осуществляли мы в больнице, это было приобретение аппарата дорогостоящего достаточно, это было 3 года назад. Это было сделано за собственные средства. Опять-таки за собственные. Да. Последний раз ведомство выделяло нам оборудование, это был 2006 год. У вас прекрасный коллектив, потрясающие врачи, идут на ваших врачей, идут на потрясающе здорово организованное вообще медицинское обслуживание, на новые технологии. Расскажите об этом, потому что я знаю, что коллектив вас очень любит, души не чает, а вы в ответ любите их. И мне бы очень хотелось поговорить об этом, важном аспекте. На самом деле, ради чего все это мы делаем? У нас есть такая вот, наверное, это внутренняя парадигма. Мы делаем это для себя. Это правильно. Мы делаем для своих детей. Мы делаем это для наших друзей, наших знакомых, родственников наших знакомых. Это самое важное. И поэтому мы хотим, чтобы это было сделано так и работало так, чтобы оно не зависело от каких-то личностных аспектов чаще, чем того требует сам случай. Мы хотим, чтобы у нас в больнице помощь медицинская оказывалась не по социальным показаниям, когда обеспеченным слоям населения. Мы оказываем помощь любому нуждающимся в медицинской помощи, которого доставили в сознание, без сознания. Основная задача персонала – это оказать медицинскую помощь. А вопрос о том, кто компенсирует затраты на проведение, это уже не вопрос персонала. Это вопрос администраторов. Как они закроют эту тему, это отдельно. Но первое – вы оказываете помощь, вы спасаете человека. Мы всегда оказываем помощь и иногда в ущерб бюджету больницы. Это удивительно, это здорово. Ну, жизнь так учат, иначе мы тогда, наверное, вообще не должны жить на этой земле. Это правильно, потому что мы для чего-то приходим в этот мир. Да, так вот, что касается персонала, нам, наверное, единственное, где в Украине удалось сохранить вот такое качество медицинского ухода и качество медицинских услуг в транспортном здравоохранении. Мы пытаемся сделать так, чтобы медицинская помощь, которой мы оказываем, была гуманной во всех смыслах этого прекрасного слова. Но при этом, конечно, мы не должны забывать о том, что большая часть среднего медицинского персонала и младшего, не больше, а вообще подавляющее большинство людей не получают должного вознаграждения за свой труд. Если еще в, скажем, в кругах врачебных как-то этот вопрос решается, благодаря поддержке всеобщей, всесторонней народа, то в среде среднего медицинского, младшего медицинского персонала этот вопрос очень тугой решается. Государство не обеспечивает им должный уровень жизни для людей, в чьих руках находится наше с вами здоровье. У нас, к счастью, наверное, потому что мы как-то более изолированы, что ли, общей системой здравоохранения были. Несмотря на то, что мы живем в этой стране, но мы не подчинялись напрямую Министерству здравоохранения, наверное, вот эти отрицательные деструктивные процессы не отразились на нас. Вот мы как бы удалось предотвратить их отрицательное влияние на коллективы больниц. Это не только наша больница, это все больницы, которые вошли в состав публичного акционерного общества и все те больницы, которые сейчас были переданы в ведение местных советов. Андрей Михайлович, я понимаю, что сейчас проходит такое сложное реформирование и в Одессе переживают, что будет с железнодорожной больницей, все ли сохранится, могут ли одесситы пользоваться ей. Расскажите, пожалуйста, что произошло в вашей сфере. Ничего страшного. Больница существовала и будет существовать. Несмотря ни на что, коллектив больницы настроен оптимистично и мы в любом даже самом, скажем, пессимистичном сценарии все равно мы намерены сохранить наше лечебное учреждение. Это наш дом, это место, где мы делаем то, что умеем делать. Вы ушли с баланса города и ушли в государственную структуру. Мы были, мы просто, часть наших мощностей использовал город для оказания медицинской помощи близлежащим населению. И это устраивало всех, устраивало город, устраивало людей, потому что они получали хорошую качество медицинской помощи рядом с домом и высокий уровень сервиса, который недостижим для государственных лечебных учреждений во многом. И когда произошла такая реорганизация, и мы вынуждены наше приписное население вернуть городу, вот и, собственно говоря, возникла проблема у местных жителей, потому что они такой... Они привыкли к вам. Да. И мы не отказываем никому, мы до сих пор на совершенно бесплатной основе оказываем медицинскую помощь. Иногда мы можем только просить местных жителей, которые продолжают у нас обслуживаться, компенсировать нам стоимость расходных материалов, которые мы используем для оказания медицинской помощи. Почему это важно для нас? Потому что мы тогда, не получив компенсацию за затраченные материальные ценности, мы не сможем обеспечить медицинской помощи других, которые просто нуждаются в этом. Я думаю, что и в этом вопросе городские власти и наше руководство, публичное акционерное общество, найдут общий язык и точки соприкосновения, и вопрос оказания помощи ранее приписному населению, а сейчас просто жителям города Одесса будет решен. Мощности больницы достаточно для того, чтобы оказывать неотложную медицинскую помощь жителям всего района, где расположена наша больница, район Таирова и Малиновский район, большая часть и Киевского района. Поэтому, причем мы можем ее оказывать круглосуточно. Единственное, что местные органы самоуправления должны определиться с порядком компенсации затрат, которые несет больница и публичное акционерное общество на оказание этой медицинской помощи. Я думаю, что вы прозрачные, честно выставите отношения. Это будет еще один опыт реформирования в правильном направлении милицины. И сомневаюсь, знаю ваши способности. Я хочу знать, о чем поговорить, Андрей Михайлович. Вот вы баряк, вы приехали в Одессу, покорили ее, несомненно. Судя по тому, как вас любят все. Одесса меня покорила. Одесса покорила вас. Вот Одесса в вашей жизни. Я знаю, что к вам съезжаются в Одессу люди со всех уголков Украины. Я знаю, что для вас Одесса это уникальное место. Мне, как человеку, который прожил в разных регионах Украины, вернее, может быть, даже не совсем, но бывавший в разных регионах Украины и живший в разных городах, мне Одесса показалась сразу городом оптимальным для жизни. Замечательное слово. Это город, в котором совершенно неизвестные друг другу люди становятся близкими друзьями. Точно. Это город, который выравнивает всех, даже тех, которых не могла выравнять жизнь. Вот Одесский, я не знаю, как это правильно выразиться. Ментальность что-то. Ментальность, скорее всего, Одесская. Вот она исправляет даже неисправимых людей с точки зрения, наверное, обывателей. У нас очень много людей приезжало в Одессу за это все время, как я работаю в больнице. И это были в основном варяги, жители Донецкой области. Так они очень много решали. Да, но, к сожалению, они приезжали сюда с одной целью. Покорить, завоевать. Оказывается, надо по-другому. А оказалось наоборот. Одесса их покорила, завоевала. Теперь они все одесситы. И тогда они стали, поняли, что это за город такой. Не надо его покорить, его надо любить. Его нельзя покорить. Его можно завоевать любовью. Здорово. Я знаю, что к вам приезжает, вот даже такой звучит термин, медицинский туризм. Замечательное абсолютно слово. Я знаю, что к вам и вообще Одесса, ведь может же быть самым центром, куда будут приезжать люди, увидеть город и полечиться в этом городе. Потому что соотношение качества и цены, оно же уникальное. Наверное, это просто вот в силу, опять-таки, особенностей людей, которые, менталитета людей, которые здесь живут. Особенности географические, культурные, исторические, наверное. Так сложилось, что Одесса был не последним городом, не первым. Не первым, но не последним. Но не последним. Не вторым даже. Даже не вторым, да, в империи. Да, точно. Поэтому вот эта роль второго, наверное, и даже не второго города в империи, она, наверное, до сих пор не дает покоя всем остальным городам. Не дает. Да. Ревность. Мы на себе, на собственной шкуре испытываем ревность. Вот к Одессе ревнуют все. Поэтому так сложилось, наверное, исторически, что здесь всегда, Одесса будет всегда меккой. Для туристов, для людей, которые заботятся о собственном здоровье. Вот, пожалуйста, вам институт академика Филатова. Прекрасный. Множество других ведущих лечебных учреждений. Поэтому это как бы процесс давний, исторически сложившийся. И много пациентов приезжает нам со всех уголков, не только Украины, но и бывшие наши соотечественники. По Советскому Союзу. И по Советскому Союзу, и по странам ближнего зарубежья. Потому что многие доверяют, к счастью, доверяют еще качеству медицинских услуг в Одессе. Поэтому вот этот спрос есть всегда. Поэтому я думаю, что медицинский туризм, или, скорее всего, туризм на почве. Который связан с медицинскими задачами. Да, я думаю, что это, наверное, для Одессы это какое-то перспективное развитие. Как и для других многих регионов страны. Андрей Михайлович, я думаю, что сейчас мы рассказали нашим одесситам об очень важных вещах, которые связаны с их здоровьем. Потому что, знаете, как говорится, как говорят в Одессе, лучше быть здоровым и богатым, чем даже бедным и больным. Так вот, мы хотим, чтобы одесситы были, и вообще все украинцы были здоровы и богаты. И в этом направлении романную лепту вносите вы, и ваш коллектив, ваши замечательные клиники на дорожном транспорте. И я знаю, все, что вы делаете, это все качественно, это все ответственно. Вы не терпите ничего, знаете, наверное, это следовало бы сказать, не терпите ничего суррогатного. Это очень важно давать оригинальную, очень качественную помощь, где ты отвечаешь за то, что ты делаешь. Вот отвечаешь, и ты знаешь, что никакого контрафакта, что идет целенаправленное, правильное абсолютно обслуживание, тем более, что используя такие высокотехнологические методы. Вы это делаете все очень осторожно, очень важно, очень ценно, не приемляя никакого шарлатанства. То есть вы работаете честно на благо одесситов и Украины в целом. Я хочу сказать, что Андрей Михайлович Горьев, главный врач Одесской клинической больницы на дорожном транспорте Одесской железной дороги, вернее, не Одесской, а уже Украинской железной дороги, окружно-залезной цель, является, по моему убеждению, глубоким и настоящим достоянием Одессы. Вы не только хороший специалист в своем деле, в замечательном хирургическом, эндоскопическом деле, малоинвазивной хирургии. Вы прекрасный руководитель, человек, который держит на своих плечах очень важную, важную клинику для Одессы, которая является во многом лицом нашей Одессы, потому что исторически более 100 лет определяет очень много в здравоохранении нашего региона. Я хочу сказать, что вы являетесь настоящим достоянием Одессы, еще раз об этом говорю, подчеркиваю это и вручаю вам констатацию этого факта. Пусть у вас это в вашем кабинете. Спасибо. В вашем весьма скромном кабинете я была. Спасибо. И надеюсь, что вы сможете в дальнейшем быть, работать на благо нашего замечательного города. Сегодня в гостях у меня был главный врач, мы по старинке назовем ее железнодорожная больница. Это Одесская клиническая больница на дорожном транспорте публичного акционерного общества. Украинская залезница Андрей Михайлович Гурьев. Человек, который любит Одессу. Приехав в нее, он влюбился в нее. Этот город покорил его. И он делает все, чтобы вы, дорогие десеты, были здоровы, чтобы вы процветали, радовались жизни. И сейчас в преддверии нашего замечательного дня рождения Одессы становитесь только здоровее. И чтобы жизнь радовала вас, любите жизнь. И она ответит вам взаимностью. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»